И воду бросила. Неделю не ждали, ничего. Лиманхва и ее семья не были готовы к тому, что произошло. Думали, что потопит только огород. Утром проснулись, не поняли. То есть вода прибыла где-то в 3 часа ночи. То есть она резко, она прямо резко пришла и все сразу затопило. Конечно, был шок вначале. Шок, просто шок. Я говорю, как? Холодильные камеры, которые полные, тяжелые, они все перевернуты. Холодильники, на боку все это. Я вообще, я зашла, когда открыла дверь, зашла в ванную комнату. У меня была вообще, вообще, это тяжелая стиральная машинка посреди ванной комнаты. Многим частным домам уже более полувека. Их восстановление влетает в копеечку. Были дома, все подняли. Но до такой степени, что такая вода будет, мы не ожидали. Ну, что еще сказать. Это не первый год. Я тут родилась, в этом доме, прожила. Те годы, вот 10 лет не было, как мост построили висячий, не было наводнений. А до этого почти в год по два раза. Моем, чистим каждый год, сушим. Страшно, конечно. С пострадавшими встретился глава городского округа Алексей Шабельник. Помощь все оказывается. Губернатор дал поручения все необходимые. Все ответственные лица правительства отработали. Сейчас у нас находится Минтранс, МинжКХ и так далее. Ну, в общем, все, как всегда, когда беда приходит, всем миром, мы начинаем ее преодолевать. По инициативе губернатора Валерия Лемаренко, размер материальной помощи пострадавшим от стихии жителям Невельского района был увеличен до 100 тысяч рублей. Кроме того, выплатят дополнительную компенсацию в размере 10 тысяч рублей за потерянный урожай на огородах. Также помогут со строительными материалами. Все необходимое планируется доставить в течение недели. Важная задача – очистка города от последствий схода селей и оползней. По поручению губернатора была привлечена дополнительная спецтехника из Южно-Сахалинска и других районов области. Екатерина Кулинченко, Константин Киндюк, телекомпания УТВ.